Он был красив даже после всех трансформаций. На планете Харьков-8 проводились такие противозаконные операции. Людей превращали в киборгов. Есть кто живой. Есть кто живой. Всяких полно. Живых мало. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Вот я чем занимаюсь? Я занимаюсь цирком. Почему? Потому что я клоунаду показываю. Почему? Мне больше ничего не дано. Для нас, большевиков, это ленинское определение. Из всех искусств важнейшим является кино и цирк. Вот я кино, как Никита Михалков, снимать не могу. Ну, не дано мне. А клоуном могу быть. Вот вам клоунаду каждый раз рассказываю. А мои критики говорят, что, слушай, он же клоун. Да-да, я клоун. Потому что для нас, большевиков, важнейшим является кино и цирк. И этой клоунадой я и дохожу до ваших сердец. Но война на умах и сердцах невидима. Поэтому стреляют пушки, свистят пули. Чтобы люди точно знали, что идет война. На самом деле, оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. А теперь надо спросить заместителя секретаря Совета Безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева, который у нас был даже президентом одно время. Вот он аж в чем говорит. Все те, кто не за победу русского оружия, те изменники. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию. Потому что это предательство. Я вам скажу, изменим к чему? Либеральному государству. Вот я родился в 52-м году. Я одногодок с президентом Путиным. Я просто вынужден это сказать. Я принимал присягу служить Советскому Союзу. Я присяги не изменял. Я мундир не менял. Поэтому, когда мне начали говорить, что ты предатель, ты изменник либеральной Родины. А я отвечаю этим людям, которые меня записали в изменники. Я Союзу с СССР не изменял. А либералам не присягал. Поэтому сегодня я одел пурпурную рубашку. Как символ того цвета, цвета нашей победы. И наш фиолетовый медведь. Вот там, где духовная победа, там и победа побед. Эта квинтэссенция, вот эта гибридность, вот это скрещивание разного, оно будет выражено в знаках и символах. Не в речах, значит, на этих ток-шоу. Знаки крутятся, вертятся, проникают в сердца, выполняют свою работу и рождают в человеках образы. Образы мелькают вспышками. Плетут мысли и выходят наружу в виде слов, создавая информационные поля. Итак, а что впереди? Впереди это самая Новая Орда, Третья Орда, которая называется СССР-2. Советский Союз отпустит ваше судно. Советский Союз? Мы думали, вы развалились. Мы пошутили. Россия, Советский Союз. Употребить до начала битвы конца. Просрочено. И битва конца будет проходить именно там, на горах Израилевых. Поэтому все то, что делается на Украине, это подготовка места, куда будет второй исход с этой полосы Великого Израиля. И этот исход будет в красивые, плодородные, черноземные земли юга Украины. Это карта непосредственно самого Небесного Иерусалима. Она так и называется. Она более крупная. Здесь больше все видно. Здесь видно города основные, которые будут существовать в Небесном Иерусалиме. Мы переберемся жить к вам. Готовьте хлеб-соль. И в этом отношении Большая Евразия – это не абстрактная геополитическая схема, а без всякого преувеличения. Действительно цивилизационный проект, устремленный в будущее. Как же эта фраза выглядит? Я ее не устаю повторять. Большая Евразия – это не какая-то геополитическая абстракция. Еще раз вам говорю, это не геополитика. Геополитика. Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. В контроль над плоским пространством. Псевдоборьба за псевдополезные, псевдоископаемые. Не геополитика, не земля! Чего так кричать? Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка наземная. А мир-то у нас трехмерный. Союз нерушимых республик свободных сплотила на веки Великая Русь от СССР-1. И СССР-2 сплотит опять! Берлин един и доволен собой. Никак не выскользнуть из этих символов, знаков и символов, которые проявляются на параде Победы 9 мая 22-го года на Красной площади. Ну, можно, конечно, парад попытаться перенести куда-нибудь. Вот Ельцин Борис Николаевич, ну вот он вышел из политбюро, понимаешь, в чем дело, и пытался на 50 лет Победы, пытался, значит, как-то поменять эту вот советскую традицию парада на Красной площади. И где у нас проходил парад, он проходил там на Поклонной горе. Ну, понятное дело, и до Ельцин дошло. Вот хорошо, на Поклонной горе там танк проехали, там все хорошо, а встать куда? Цари православные знали, куда встать. Значит, большевики тоже знали, куда встать. Значит, цари православные, они вставали на царское место в храм божьем. Ельцин-то он, значит, потом только начал свечки держать. А так, понимаешь, ну как, встать, понимаешь, в Успенский собор, на царское место, ну, смешно. Некуда встать. Значит, а большевику куда? Ну, они, понимаешь, сакральность, это, ну, залейли. Зиккурат, это ужасная век, Зиккурат, это ужас какой-то. А это энергетическая машина. Это энергетическая машина. Кто строил? Сталин. Сталин хорошо, а Зиккурат плохо. А Зиккурат это энергетическая машина. Она собирает энергию. Давай капитализм. Это, это ужасно. Значит, православные, дюжи православные ура патриоты. Но большевики вставали туда, на мазолей. Что осталось Борису Николаевичу Ельцину? Ну, встать на царское место в Успенском соборе не может. Поскольку член Польбюро забрался на мавзолее. Слово «Ленин» было завешено зелеными такими венками. Ну, чтобы не видно было, что это Ленин. А что ты делал? Продолжал. Борис Николаевич Ельцин, ты дело Ленина продолжал. И я вам скажу, что и Путин продолжает дело Ленина. Почему? Потому что юридически, 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 Российская Федерация есть продолжение Союза СССР. Союза СССР. А вовсе не какой-то там Москве и даже не тюрьмы народов Российской империи. А Российская империя – это кто? Это что, Рюрикович? Нет. Это Романов. А они кто? Они Гольштейн, Гатторп, Романов. Там от Романовых-то ничего не осталось. Одни Гольштейн и Гатторп. Это Немчура. В хорошем смысле слова. Так вот, куда мы идем? Мы идем к победе. Какой победе? Вот этой самой. Если война, тотальная война, гибридная. Одни силы объединяются против других. Каждый раз в новом составе. Времят барабаны войны. Визжат революции. И все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? То мы и к победе идем гибридной. А эту гибридную победу, иначе, как в символах и знаках, показать к сердцам невозможно. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. К сердцам! Потому что к умам вам все расскажет Скобеева скрипучим голосом. Вы, кстати, знаете, что Скобеева – это мужчина? В каком смысле? А вы не знали в прямом? Скобеева – это мужчина. Все думали женщина. Как бы не так. И на упоительных вечерах Соловьева на канале «Россия» там эти умные головы все расскажут, все расскажут. Сердца хватает или нет? Вот резонанс сердца есть или нет? Этого обрезания сердца, обрезания сердца, сердца. Вот где находится эта самая чакра сердечная. А дальше идет небо. А вниз откуда? К комфорту сытого тела. Поэтому нижние части, нижние эти вибрации надо отрезать. Поэтому называется обрезание сердца. Где написано? В Верхнем Завете, в Новом Завете, в Коране. Везде есть это обрезание сердца. Когда речь идет о новой эпохе, эпохе созвездия Водолея, когда энергии, фокус энергии сместился из полосы от Нилда и Фрата, куда он сместился? Фокус энергии, другие энергии, другое созвездие. Это космос! Это закон мироздания! Это не хотелки каких-то людей, которым не хочется СССР, которые не хотят Орды. Ничего они этого не хотят, но это их сердце настроено туда. И с этим делом, понимаешь, ничего сделать невозможно. 12 ворот Небесного Иерусалима. Вы, которые не хотите в эти ворота, идите в те ворота. Все равно вам, понимаешь ли, идти куда? Куда идти-то? Перспектива где? Это антропологический переход. Это философы говорят. А в Писании это что? Новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Отсюда все хорошо видно. Любая ложь здесь на выворот. Ничего не скроешь. А по технологиям это что? Это мир невидимый станет видимым, потому что откроются эти самые технологии, эти энергии, эти вещи, которые связаны, понимаешь ли, с полями. Это у нас впереди этот самый... Новое небо и новая земля. Новое небо это энергия водолея, и новая земля это там, где мы живем. Это новый мировой порядок, на котором царит правда. Правда горькая. Почему? Все увидим. Все это зло увидим. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь, или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Я вам приведу пример. У всех больных белой горячкой, ну, те, которые перепили все, да, значит, будь он хоть негр преклонных годов, а чертики белые, говорят, одинаковые, какие-то такие серо-зеленые. Фу, его. А это станет видимым. Мэм. Субтитры создавал DimaTorzok Парад Победы. 9 мая. Его отменить невозможно. Ну, может быть, отменят в связи с тем, что ковидло там, значит, или еще чего. Я вам должен сказать, что одним из аспектов нашей победы, одним из важных аспектов нашей победы является победа над ужасным, значит, вирусом. Вот не успели, понимаешь ли, начать специальную военную операцию, так, понимаешь ли, намордники сорвали, социальную дистанцию отменили, коды быстрого распознавания, quick response, эти самые QR-коды, отменили. Это ж победа. Победа. Ну, как же, ну, победа же. Радуйтесь и веселитесь. Ну, а 9 мая, значит, никуда не денешься. Как провести этот Парад Победы 9 числа? Дело в том, что на Красной площади находятся три сакральности. Мавзолея Ленина. Это одна сакральность. Либералы ее загораживают в театр абсурда. У нас долгое время продолжается этот самый театр абсурда. Почему? Потому что сакральность того государства, которое есть, потому что та Россия, которая есть, она юридически продолжает славное дело СССР-1. Ее, эту сакральность выгораживают картонными декорациями. Театр абсурда. Перед мавзолеем Ленина, а последним на мавзолее Ленина был, стоял Ельцин, исправитель. Выстраиваются временные, временные, временные. Там гранитная твердь навсегда. А здесь временные помосты. И на помосты ставятся синие пластмассовые стулья. Там стулья какого цвета? Синие. Могли бы какого-то другого цвета. Нет, все синий. Красную и красная площадь в синем убранстве. Это 70 лет победы. Красная площадь вся в синем убранстве. Кто победил? Синие. Либералы победили. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Синий Орел. А где праздник? Больше негде. Кроме как на Красной площади. Никуда не поймут. Ну можно было бы пойти, понимаешь ли, опять на Соборную площадь. Но никак нельзя. На Соборную площадь там же осенят себя красным знамя православным народом. А они кто? А они либералы, демократы. Соборная площадь не подходит. Куда уйти? Некуда уйти. Ну вот куда бы уйти-то, понимаешь, что делать? Я еще раз говорю, миром правят знаки и символы, а не слова и законы. Что там еще есть на Красной площади, сакральной? Это лобное место. Зекурат, мавзолея Ленина, это машина, энергетическая машина на земле. А лобное место, оно круглое. Небо – это круг, а земля – это квадрат. Вот есть это сакральное место, которое называется лобное место. Его не снесли. Его оставили. Оно, так сказать, существует. С этого лобного места правоприемник ОРД, Орды, ну как сейчас, значит, Россия правоприемница СССР, а Московия правоприемница Орды. Так вот, этот царь православный, Иван Грозный, с этого лобного места обращался к народу. Ну, Ленин, 1 мая 1918 года, ну, мавзолея не было, а правитель переехал в Москву. Откуда обращался к демонстрации трудящихся? Словно место. Вот оно, еще одно сакральное место, откуда вождь-отец может обратиться к народу. Где? Укажите нам отечество отцы, которых вы должны принять за образцы. А что было при царях православных? Архиереи русской православной церкви выходили из спаских ворот, сверху находится икона спасания рукотворного. Сейчас у нас, значит, министр Бероны Шойгу выезжает из спаских ворот, снимает фуражку и крестится. Вот это делали архиереи, выходя из спаских ворот крестным ходом. И шли куда? Шли к царю. Царь стоял на лобном месте. Внимание! Говорит и показывает Москва. Парад на Красной площади при большевиках начинался в 10 часов. Он и сейчас начинается в 10 часов. Ну, Путин, понятное дело, и вся эта, значит, нынешняя власть, она встать на мавзолей не может. Ну, по понятным причинам, потому что, значит, если Ленин во всем виноват, это говорит Путин, то он никогда, превозмогая себя, на твердь мавзолея не встанет. Значит, куда он может встать? Он может встать на лобное место, в круг лобного места. Ну, вместе со своими членами Совета Безопасности, которые в круговой поруке его поддерживают. Тогда из Спасских ворот выходит крестный холм. И, что? Благословляет царя, исполняющего обязанства царя, на, значит, поход. Какой поход? А вот это, вот, понимаешь ли, торжество православия. Все члены, значит, главы конфессии, а их у нас много, они, значит, их можно всех построить, посадить, там, значит, перед девятиглавой храма. Значит, Василий Глазин, Покровский глава, Покров, это Покров был Богородец, Покров, под Покровом Богородец. Вот перед этим, так сказать, сакральным местом можно поставить всех глав конфессий. А это кто такие? Да все. Они туда часто ходят вместе с Путиным, возлагать цветы кмельную пажевскую. Вот их туда, чтобы они были, чтобы это духовная составляющая была. Духовная составляющая была. А это кто? И старобрядец, понимаешь ли, Корнилий, и католики, и буддисты, и ислам во всех его проявлениях. Все там. Вот пусть там они все стоят. Или сидят, все равно. Потом встан. В десять часов парад войск. Куда? Уже к новой сакральности. Ну, раз вам не нравится, значит, красная история, ну, мимо, на взалее Ленина, собирая энергию земли, идти к сакральности, там, где дух истины, там, где небо. А дальше? А дальше должна быть при советской власти это была демонстрация трудящихся с лозунгами. А сейчас вместо демонстрации трудящихся у нас, ну, уже несколько лет его нет, это поминальный марш мертвых. Поминальный марш мертвых. Бессмертный порк. Посмотри, на востоке новый день настаёт. Восток это где? Это сакральность православная. Новый день настаёт. Ты же смотришь упорно затылком вперёд. Вот до тех пор, пока будут, понимаешь ли, поминальный марш мёртвых, мы вперёд. Мы все вперёд. Никуда не двинемся, потому что всё назад. Демонстрация трудящихся была всегда с лозунгами. Трудящиеся – это люди, не мёртвые. Это люди, которым жить. Завтра. Завтра будет за теми, кто смотрит вперёд. Какие лозунги демонстрации трудящихся? А какие взять-то? Пусть там в администрации президента подумают. «Если никаких лозунгов вперёд нет, то извините меня. Это горькая правда. Значит, то, что есть, назвать победой нельзя». Поэтому неополитика – это та новая, небывалая система взгляда, которая всё назвала по-новому. Все эти лозунги у нас есть. Берите! Возьмёте – пойдёте в будущее. Побед не возьмёте. Господь милостив и милосерд. Спасибо за мной. Что? Прямо всё время совсем ни о чём? Да ерунда всякая. Какие-то наставники, муравьи. Бред, в общем. Как раз то, что глупцы считают бредом и является наиболее важным. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова